МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире выпуск новостей, подготовленный журналистами Саянского телевидения. Сегодня в выпуске. Трагедия, потрясшая город. Гибель детей на водоеме. Три человека пострадали в ДТП за три дня. Начало холодов – обострение сезонных заболеваний. А теперь об этих и других событиях более подробно. В прошедшее воскресенье около 19 часов вечера в лесном массиве микрорайона строителей в водоеме утонули трое детей, которые гуляли по тонкому льду. В воскресенье вечером примерно около 19 часов в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение, в котором рассказали о том, что в районе третьего микрорайона на одном из водоемов произошел несчастный случай, в результате которого утонули дети. В течение нескольких минут на место происшествия прибыла следственная оперативная группа и сотрудники МЧС. В результате проведения мероприятий, то есть с одной водоема было поднято три ребенка. Возраст детей составляет до 2005 года, до 2007-2009 года. То есть двое школьников, одна девочка в школе не училась. В ходе проведенной работы полицейскими было установлено, что несколько подростков в возрасте от 6 до 9 лет гуляли около карьера, после чего дети вышли на лед. Как позже выяснили спасатели, толщина наледи не превышала двух сантиметров, лед не выдержал, и трое несовершеннолетних оказались в воде. Глубина составляла около двух метров. Это в результате разыскных мероприятий, то есть прибыла на место оперативно-следственная группа Саянского отделения ОВД. В числе погибших брат с сестрой 7,9 лет и еще одна шестилетняя девочка. Сейчас сотрудники отдела по делам несовершеннолетних выясняют причины, почему дети в вечернее время оказались одни на карьере без присмотра родителей. Кстати, уже на следующий день после случившегося буквально в трех метрах от места гибели спасатели обнаружили свежие следы подростков, которые также гуляли у водоема и по счастливой случайности не провалились под лед. Выехали снова на этот водоем для осмотра места. И опять же на льду были обнаружены следы, то есть люди выходили на этот же водоем, разгребали снег. То есть, выходя на лед, люди не задумываются о том, что не было еще таких морозов, чтобы можно было выйти на лед и что-то там проводить или делать. Спасатели неоднократно предупреждают о том, что с наступлением заморозков появляется опасность провалиться под лед. И чаще всего подвергаются этому риску дети, так как чувство опасности у них не развито. Дети любят играть на льду. Поэтому взрослые обязаны предупредить малышей об опасности провалиться под лед. Очередные депутатские слушания прошли в городской администрации. В повестке дня были актуальные вопросы, касающиеся жизнедеятельности муниципалитета. Депутатский корпус обсуждал шесть вопросов, в том числе вопрос о плане приватизации муниципального имущества на 2015-2017 годы. Так, приватизация подлежит нежилое помещение по адресу микрорайон Мирный, дом 1, в котором на сегодняшний день осуществляют свою деятельность предприниматели. На сегодняшний день находятся семь предпринимателей, которые арендуют у рыночного комплекса. Ботовые, парикмахерская, обувная. Также депутатами поддержаны предложения об изменениях в актах и проектах, например, в положении в Муниципальном дорожном фонде городского округа, об утверждении правил организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории муниципального образования. В этом случае изменения в основном коснулись терминологии. Также заменены один термин другим, например, термин «твердые бытовые отходы» или ТБО, как мы ранее его назвали, ранее в нашем документе, заменен на термин «коммунальные отходы». Далее термин «захоронение отходов». В случаях, касающихся коммунальных отходов, заменяется термином «размещение отходов». А захоронение отходов остается для разделов с промышленными отходами. Также депутатами был рассмотрен вопрос о внесении изменений и дополнений в устав города проект решения об особенностях составления и утверждения проекта местного бюджета на 2016 год. За три последних дня трое жителей Саянска, получившие травмы в ДТП, были госпитализированы в городскую больницу. Если спросить рядового обывателя о том, что на его взгляд является причиной дорожно-транспортных происшествий, он наверняка ответит нарушение правил дорожного движения. Однако такой ответ будет явно неполным. Помимо этого существует целый ряд причин, приводящих к авариям. В городе только за три дня с субботы по понедельник трое саянцев были госпитализированы в приемное отделение городской больницы. В субботу было зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали пешеходы. В первом случае вина усматривается предварительно как у пешехода, так и у водителя. Во втором случае вина пешехода. В обоих случаях водители находились в трезвом состоянии, прошли освидетельствование. Снег, гололед, летняя резина – все это причины массовых аварий в городе. Первый обильный снег, первый гололед и сразу десятки аварий. Машины, которые не успели переобуть, скользят, как конькобежцы, бьются на каждом углу, а водители на осторожность, похоже, махнули рукой. Так, при въезде в город, в понедельник произошло очередное ДТП, в котором пострадал мужчина и был госпитализирован с переломами ребер грудной клетки. В понедельник погода внесла свои коррективы, и в результате произошло дорожно-транспортное происшествие около шести часов утра. На подъеме в город Саянск водитель «Жигулей» не справился с управлением и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении маршрутным такси. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир маршрутного такси получил телесные повреждения. Когда закончится аварийный хаос в городе, пока не ясно, водители только начали выстраивать совочередивши на монтажке. Но чтобы день жестянщика не повторился снова, автолюбителям следовало бы крутить баранку внимательнее уже сейчас. С приходом зимы люди все чаще обращаются в Саянскую городскую больницу с жалобами на гнойные кожные заболевания. Наступающие холода несут с собой не только неприятности в виде гололеда, но и опасность возникновения сезонных болезней. Одна из них – гнойное кожное заболевание, которое носит название фурункул. Фурункул – это гнойное заболевание волосяного фолликула. То есть это заболевание возникает там, где имеется волосяный покров, где имеются волосяные фолликулы. Возбудитель заболевания – золотистый стафилококк, который активизируется на фоне снижения иммунитета, о витаминозах, болезни и обмена веществ. Врачи предупреждают, что сейчас с похолоданием нужно уделять внимание профилактике кожных гнойных заболеваний в связи с их грядущим обострением. Мы уже точно знаем, что вот эти гнойничковые заболевания кожи и придатков возникают у нас именно в зимний, весенний период. Мы об этом знаем, и поэтому и медицинские работники, которые работают с группой риска, так называемой, они тоже именно проводят профилактическую работу, зная о такой возможности возникновения заболеваний. Проводят работу, рекомендуют больным проводить профилактические вот эти мероприятия все, то есть готовят больных к тому, чтобы избавить их, так сказать, увести этот вопрос с повестки дня снять. Профилактика заключается в приеме болевитаминных комплексов, а также должном внимании к своему здоровью, особенно при повреждениях кожи. К фурункулам нельзя относиться невнимательно. При отсутствии лечения это заболевание может привести даже к летальному исходу. Регулярно сотрудники прокуратуры проводят для горожан дни открытых дверей. Посетители могут побеседовать с руководством и получить различные правовые консультации. Регулярно сотрудники прокуратуры проводят для жителей города дни открытых дверей, где все желающие, могут получить профессиональную юридическую консультацию, а также разъяснение по законодательству. Как отметил прокурор города Кирилл Расташинский, в основном саянцы обращаются в прокуратуру по вопросам соблюдения исполнения закона в сфере ЖКХ. В настоящее время в городе работают четыре управляющие компании, мы все об этом знаем. И, в принципе, все они прошли лицензирование, все они работают, осуществляют свою деятельность по управлению жилыми домами в городе Саянске. Но у жителей вопросы есть, безусловно. И мы стараемся их разрешить с подключением контролирующего органа, с подключением главной жилищной инспекции Иркутской области. И здесь, конечно, есть много проблем, которые мы совместно решаем. В связи с многочисленными нарушениями законодательства об оплате труда, выявленными прокуратурой города, проводятся консультации для работников, перед которыми имеется задолженность по заработной плате. Как показывает практика прокурорского надзора, наиболее эффективным способом защиты прав на получение заработной платы является обращение в суд. Большой комплекс жалоб касается вопросов выплаты заработной платы, вопросов охраны труда. Могу вам сказать, что сейчас прокуратура начала активную работу по направлению исковых заявлений в суд о недоначисленной заработной платы. При обращении прокурора в суд с исковым заявлением о взыскании задолженности, зачастую работодатели сразу принимают меры к погашению задолженности, чтобы избежать судебных расходов. 26 октября в Саянске прошел региональный семинар для учителей начальной школы по теме «Современный урок». В его работе приняли участие более 180 педагогов региона. Новая технология активного обучения младших школьников и планируемые результаты обучения. Новая система оценивания и диагностика учебной деятельности. Рекомендации по подготовке выпускника начальной школы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Такие темы обсудили участники регионального семинара учителей начальной школы, который прошел в Саянске 26 октября. В его работе приняла участие заместитель директора по учебно-воспитательной работе Московской школы гимназии, лауреат конкурса премии «Грант Москвы» в области наук и технологий в сфере образования, специалист из дательства «Экзамен» Ирина Иванова. Рассказывала я о разных основах федерального государственного образовательного стандарта, о тех результатах, которые сейчас для нас являются важными, образовательных результатах, о том, как должен работать педагог, какие методы, приемы, технологии ему в этом помогут, учебные пособия, конечно же. Ну и говорим о том, что повышается ответственность учителя за свою профессиональную деятельность. Слушателями и участниками семинара стали 186 педагогов начальной школы городов Саянска, Зимы и Тулуна, а также муниципальных образований близлежащих территорий Зиминского, Куйтунского, Нукутского, Аларского, Заларинского районов. Учителя начальной школы получили также полезную информацию о новинках методической и дидактической литературы, издаваемой издательством «Экзамен». Итог ожидаемый – это компетентностное общество, успешных людей, в котором каждый человек найдет свое место, которое может строить различные отношения и семейные, и с друзьями, и на производстве. Ну, в общем-то, это такое общество мечта, пока что, к сожалению. Но мы будем к этому стремиться. Каждый педагог ставит перед собой стыд стать тот же самым лучшим компетентностным педагогом. А у компетентностного педагога, конечно же, будут компетентностные ученики. По окончанию семинара всем педагогам были вручены сертификаты участников. Саянские ветераны Великой Отечественной войны получили возможность отдохнуть и оздоровиться в местном профилактории. Поддержать здоровье ветеранов, благотворительный фонд местного сообщества выделил средства для приобретения 70 путевок на санаторное оздоровление для ветеранов Великой Отечественной войны. 15 человек уже завершают оздоровление в профилактории УАН. В ноябре во втором заезде подлечить здоровье также смогут многие саянцы, ветераны Великой Отечественной войны. Стоимость путевки в сутки 1200 по 10 дней. 70 человек, то есть порядка 700 с лишним тысяч за период октябрь-февраль должны наши ветераны оздоровиться, получить заряд бодрости. Ну а дальше будем смотреть, чем еще можем им помочь. Хотелось бы, чтобы это постоянно продолжалось, и движение такое было, думаю, и со спортом договорились. Все, надо, чтобы ветераны знали, что мы всегда о них думаем, заботимся, и чтобы это действительно не было разовой акции, а традиции, хотя бы на ближайшие 4 года. По словам ветеранов, такой подарок весьма ценен, а гораздо приятнее внимание, оказанное им. 19 октября стартовал городской конкурс «Воспитатель года», который пройдет в нынешнем году в несколько этапов. Позади у конкурсантов заочный этап – интернет-ресурс. А 26 октября претенденты на звание лучшего по профессии представили на площадке Центра развития и образования творческие презентации. Заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова приветствовала участников городского конкурса «Воспитатель года», первый очный этап которого прошел в Саянске 26 октября, пожелав педагогам удачи. Вы чувствуете и уверенность, и знание, и, конечно же, хорошую поддержку коллектива, который выдвинул вас, и поддержку родителей, благодаря такой замечательной работе с детьми. Десять педагогов дошкольных учреждений Саянска участвуют в нынешнем году в конкурсе профессионального мастерства. Воспитатели, музыкальные руководители, логопеды, инструкторы по физической культуре. Первый заочный тур уже прошел, и нужно отдать должное и сказать, что это замечательно, что если сравнивать воспитателя 2015 с воспитателем 2010, он отличается прежде всего тем, что он владеет IT-технологиями. И вот все десять участниц сегодня представили свои сайты. Сайт создать очень трудно, вести его очень трудно, а чтобы он был активным, надо очень много сделать. И вот сайты, представленные на наш конкурс в этом году, все активны. А это, отмечают члены конкурса и комиссии, говорит о многом и в первую очередь о том, что стоянские педагоги любят свою работу, относятся к ней с ответственностью и увлеченностью. Наша работа, прежде всего, интересна тем, что никогда не заканчивается творческое развитие. Уходят дети, приходят новые, и благодаря им ты снова и снова развиваешься, узнаешь что-то новое, интересное, растешь творчески, растешь дальше. Так считают все участницы конкурса, что они и доказали своими творческими презентациями, представив на суд зрителей и конкурсной комиссии свой опыт работы по организации адаптационного периода детей раннего возраста, системному подходу в работе с детьми с нарушением речи, созданию игровой интерактивной среды, формированию навыков звукового анализа и другим темам. Ну, должна быть какая-то интрига, поэтому мы пока не оглашаем вам результаты заочного тура. Тем более, вы участвуете в двух очных турах, то есть сегодня это самопрезентация и учебное воспитательное мероприятие все. И только на мастер-классе останется пять человек, то есть последний день. Итоги городского конкурса «Воспитатель года» будут подведены в начале ноября, после проведения всех этапов конкурса. Победитель примет участие в областном конкурсе «Воспитатель года», который пройдет в рамках областного форума «Образование при Байкале-2016». 28 ноября для предпринимателей Саянска состоится обучающий семинар. 28 октября в 10 часов в здании Центра народного творчества состоится семинар на тему «Сохранение бизнеса в условиях изменений федерального и регионального законодательства для субъектов малого и среднего предпринимательства». Основные вопросы будут обсуждаться, такие как регистрация субъектов малого и среднего предпринимательства, особенности налогообложения предпринимательской деятельности, внебюджетные фонды, трудовое право, лицензирование отдельных видов деятельности, сертификация продукции и услуг, защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Также будут рассмотрены такие вопросы, как ответственность за нарушения, досудебная и судебная практика. Докладчиком выступит председатель Совета некоммерческого партнерства «Малые предприятия Иркутской области» Валентина Сокова. В Саянске начал работу клуб «Подросток и закон». Его деятельность направлена на профилактику подростковой преступности и детских правонарушений. Правовые уроки, деловые и ролевые игры, исторические путешествия. Такие мероприятия запланированы библиотекарями и членами городской комиссии по делам несовершеннолетних в рамках работы клуба «Подросток и закон». Подростковый возраст достаточно сложный и, конечно, необходимо с ними проводить профилактическую работу, особенно с теми детьми, которые стоят на различного вида профилактических учетах. Даже говоря, на сегодняшний день, за 9 месяцев текущего года у нас подростками совершено 17 преступлений. Клубная профилактическая работа с детьми и подростками в Саянске проводилась в социалистические времена. Затем на многие годы такая форма деятельности была, к сожалению, забыта. Пришло время ее возобновить, считают члены городской комиссии по делам несовершеннолетних. В настоящий момент на учете в отделе полиции Саянска состоит более 60 подростков. Десятки школьников также состоят на учете общеобразовательных учреждений. Хорошее начинание будет осуществляться на базе учреждений культуры, в частности, центральной библиотечной системы, естественно, с привлечением управления образованием, физической культуры, спорта и наших правоохранительных органов. Мероприятия клуба «Подросток и закон» по планам организаторов будут проводиться не только для так называемых трудных подростков. В перспективе ими будут охвачены все школьники города. Коллектив школы имени Героя Советского Союза Дмитрия Михайловича Перова отчитался перед родителями учеников о проделанной работе в минувшем учебном году. «Парадок наш небольшой, он прекрасно ютушой, а во лучших странах, как эта страна, только здесь мне хорошо». Вот так в сопровождении творческих номеров, подготовленных детьми, в школе имени Дмитрия Михайловича Перова прошел публичный отчет педагогов, где были подведены итоги работы за 2014-2015 год. Также речь шла о перспективах и задачах школы, которые будут прорабатываться и воплощаться в жизнь в ближайшее время. «Направление на текущий год, конечно же, мы продолжаем работать по новым стандартам начального общего образования. В этом году у нас реализовываются стандарты основной школы, то есть пятые классы у нас перешли на новые стандарты». Также в текущем учебном году коллективам школы будут созданы условия для реализации инновационных проектов. Предполагается обновление воспитательной системы школы. «В этом году у нас заканчивается реализация программы развития школы. И в рамках этого у нас начнется новый этап жизнедеятельности нашей школы. Разрабатывается обновленная программа развития на 15-20 год». Отметим, проектная наполняемость школы – 1547 учащихся. В 2014-2015 учебном году в школе обучалось 953 учащихся. Было открыто 40 классов комплектов. Школа ежегодно набирает 4 первых класса, что гарантирует наполняемость школы на ближайшие 10 лет. В феврале 2015 года образовательное учреждение успешно прошло процедуру государственной аккредитации на право выдачи документа об образовании государственного образца. Четвертая школа Саенска впервые открыла двери своим ученикам в 1985 году. «В этом году наша школа отмечает 30-летие, год юбилейный, поэтому все мероприятия проводим мы в рамках именно юбилея школы». В честь 30-летнего юбилея школы и в честь столетия со дня рождения героя школы Дмитрия Михайловича Перова проходят различные мероприятия и акции. Например, в начале месяца прошел массовый велопробег, а 26 октября состоялось праздничное мероприятие, посвященное столетию героя. В минувшую пятницу во Дворце культуры «Юность» состоялся необычный концерт. В 7.30 утра здесь началась праздничная программа для водителей акционерного общества «Сайенс Химпласт», посвященная профессиональному празднику работников автомобильного транспорта. 25 октября принимали поздравления с профессиональным праздником работники автомобильного транспорта. Праздник отмечается в России с 1996 года, ежегодно в 3 воскресенье октября. В Саянске поздравление с праздником работники автотранспортного цеха акционерного общества Саянский пласт принимали во Дворце культуры юность ранним утром, когда весь город только начинал просыпаться. Им же предстояло вскоре выйти на привычные маршруты. Первым поздравил виновников торжества заместитель начальника АТЦ Александр Николаевич Евграфов. От души поздравляю всех водителей и наших работников, и всех водителей-профессионалов, которые работают. Хороших дорог, хорошей погоды, потому что сейчас, особенно по осени, хорошая погода – это большое дело. Потому что плохая погода – это гололед, снег и все остальное. Удачи, счастья. Не забывайте, что всех ждут дома. Грамоты и благодарности в этот день вручали на сцене лучшим работникам подразделения – водителям, механикам, слесарям, инженерно-техническому персоналу. Контрольному механику Юрию Викторовичу Куренкину, водителю великовой автомашины Олегу Николаевичу Петрушину. С добрыми словами обратилась к гостям праздника председатель профсоюзного комитета комбината Любовь Кузнецова. Она поздравила работников автотранспорта и от лица губернатора Иркутской области Сергея Левченко, с которым встречалась накануне на областном совещании. Хочу сказать, что человек настроен на позитивную работу. Встречался уже с президентом страны в конце сентября месяца, где он обозначил нашу большую проблему – это газификация Иркутской области и переход газа на Саянскую площадку по маршруту КВК-Саянск-Иркутск. Любовь Владимировна отметила, что тему реализации газового проекта нынешний губернатор в беседе с президентом выделил как одну из главных стратегий развития Иркутской области. Не так давно в Саянске были подведены итоги конкурса «Лучший по профессии» среди водителя ЭТЦ. Об его итогах рассказала со сцены начальник отдела по подготовке кадров с Саянским пласта Татьяна Голова. Татьяна Голова и судья соревнований Валерий Борознов вручили всем участникам конкурса именные сертификаты и юбилейные медали. Честовали со сцены победителей. Третье место занял Андрей Логвин, на втором Игорь Саула, первое место у Леонида Анурова. И наконец первое место победитель конкурса 2015 Ануров Леонид Владимирович. Награждается почетной грамотой премии в размере 80 тысяч рублей. Эксклюзивный утренний концерт подготовили для водителей артисты Дворца культуры. Трогательные и зажигательные мелодии с утра пораньше создавали для зрителей соответствующее настроение. А впереди был длинный рабочий день, привычный маршрут и вся мера ответственности на их плечах, которую предполагает сама их профессия – профессия водителя. В картинной галерее состоялось открытие традиционной выставки творчества людей с ограниченными возможностями «И невозможное возможно» проводится в Саянске, которая более 10 лет впервые за многолетнюю историю открылась в картинной галерее. Здесь действительно есть чем удивиться и на что посмотреть. На строку все тонко исполнено, красиво, оригинально. Свои работы по четырем номинациям – рукоделие, декоративно-прикладное, изобразительное искусство, фотография – представили 27 участников. Значимо, конечно, для самих людей с ограниченными возможностями. Они могут пообщаться с друг другом, это же очень интересно. Свои работы показать, посмотреть работы своих коллег по творчеству. Было просто пообщаться, завести новых друзей, вообще адаптация в обществе. У меня просто мечта есть. Вот сейчас мы один зал вот этот вот заполнили работами, а хотелось бы, чтобы вот сколько у нас тут и коридоров есть, и еще там два зала есть. Уникальными можно назвать работы поджутого филиграни, изделия из бересты и вязание по бумаге. Впечатление у нас очень хорошее, неизгладимое впечатление. Выставь очень нравится. В Саянске очень много талантливых людей, и приятно на все это смотреть. Смотрим, ходим, смотрим с большим удовольствием. Все понравилось, и каждая по-своему. И из бумаги, и из бересты, и вышивки, и вот из газет поделки. Все красивое, все чудесное. Победителем в номинации декоративно-прикладное искусство стал Валерий Демидов, представивший плетение из бумаги. В номинации рукоделия лучшая Валентина Горностаева, в номинации фотографии не было равных Надежде Антипкиной. Лучшие изделия рукодельных людей и художественных дел мастеров примут участие в областном туре выставки и невозможное возможно, состоится которое в декабре. Саянцы снова побеждают. На этот раз в областном конкурсе хоровых и вокальных ансамблей первое место завоевал народный вокальный ансамбль «Созвучие». От Москвы до Преста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. Слега из блокнота, мотой из пулемета, сквозь огонь и стужу мы прошли. Взрослый состав народного вокального и эстрадного ансамбля «Созвучие» в начале октября в рамках Дней русской духовности и культуры и сияния России принял участие в областном фестивале хоровых и вокальных ансамблей «Поющая при Ангаре». Принимал участие 50 коллективов и каждый представлял по два номера. Ну вот сто номеров, вот представьте, сколько длилась эта программа. Ну мы в своей номинации получили первое место. Защищали честь города на прошедшем фестивале солисты ансамбля Татьяна Чернова, Наталья Транькова, Марина Корбмахер, Юлия Якутович, Виктор Бондарь и Владимир Бабанский. В таком составе они исполнили две композиции – «Песенка военных корреспондентов» и «Стучат колеса». Участники коллектива, конечно, очень волновались перед выступлением, но не сомневались, что приз они получат. Когда были выстроены микрофоны, мы уже не сомневались, что в принципе наше выступление пройдет хорошо. И когда мы увидели, что зрители и жюри улыбаются и качаются в такты, и все хлопают, тогда нам уже было хорошо от того, что мы, по крайней мере, подняли настроение людям. Победы коллективу удалось достичь долгим упорным трудом. Все-таки внутреннее состояние – это главное. Настрой, положительные эмоции. Нам просто нравится этим заниматься, петь. Мы дарим свою эмоцию людям, и идет ответ-отдача. Ну и, конечно же, наш руководитель и концертмейстер. Очень много с нами работает, да, аранжировщик. Очень много с нами работает. Очень тяжело нам это дается, выстраивать партии. Мы стараемся. Отметим, что песен и композиции коллектив ансамбля «Созвучие» исполняет в сложнейшем стиле многоголосья. В фестивале «Поющая при Ангаре» принял участие и ансамбль «Лучинушка». Он получил диплом участника. И это все новости на сегодня. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok